Что происходит на Донбассе сейчас? На Донбассе армии постепенно становятся все более профессиональными. Костяк людей, которые понимают, что такое война, да, очень многие, большинство из армии уходят по окончанию контракта. Но тот небольшой костяк, который сохраняется, имеет опыт боевых действий, он чуть-чуть постепенно, но растет. То есть профессионалы войны с обеих сторон. То есть Россия использует это для мобилизации. Туда делегируются военнослужащие и ведет боевые действия. И Украина. Поэтому на целом ряде участков фронта уже ситуация совсем другая. Это не 2014 год. Это не любительский уровень войны. Это не партизанщина. Это уже реально, скажем, серьезная организация боевых действий. Далеко не везде. Но на целом ряде участков это так. Есть несколько участков фронта, где ведутся контактные бои, стороны отступить не могут. Ни одна, ни вторая. Расстояние там Авдеевская промзона в районе Ясиноватской развязки. Зайцево, разделенная, по сути, напополам линией фронта. Марьинка. То есть в этих районах позиции противников могут разделять 100-200 метров. Контактные бои в Зеленке там это постоянный абсолютно вопрос. И это постоянно происходит. Поэтому война становится все более профессиональной. Потери неприемлемы для сторон. Нужно наносить потери противнику, не терять своих людей. Поэтому над этим думают с двух линий фронта вот эти профессионалы. И с каждым днем их уровень профессионализма растет. И накал борьбы повышается. Провести границу по линии фронта невозможно развести стороны. Длительное время там будет только автомат, снаряд, решать, чья это земля, кто прав, кто виноват. И вместо той, кто идет, там будут стрелять и потом спрашивать. Поэтому то, что сейчас происходит, я думаю, это связываю, скорее всего, с ротацией, с воинских частей. С уплотнением линии фронта, с сосредоточением резервов на уязвимых направлениях, там, где нельзя отступать. Но признаков широкого наступления не вижу ни с одной, ни с другой стороны. На самом деле состояние армии не позволяет проводить широкие наступательные операции. Украинская сторона имеет преимущество над российскими армейскими корпусами. Численное техническое качественное преимущество. Но этого еще не достаточно. Это не настолько великое еще преимущество, чтобы планировать широкомасштабные наступательные операции.